всем привет с вами канал опытичера и мы с вами разберем социальную сеть twitter которым я уже кстати давно не пользуюсь я думаю что и вы если открыли это видео не пользуетесь социальной сети twitter хоть и слышали многие вещи про twitter в твиттере лимит был 140 символов вот здесь написано да маленькие сообщения твиты да они называются можно было ими делиться это может быть ссылка сокращенная ссылка либо это может быть какое-либо сообщение twitter это был такой себе новостной новостная типа рассылка да где каждый пользователь может подписаться на кого-то или кто-то может подписаться на этого пользователя этот сервис очень популярен на западе но к сожалению в странах с нг он не пережился абсолютно давайте откроем я говорил про 140 символов вот сейчас написано то что 7 ноября 2017 года этот лимит был увеличен до 280 символов кроме китайского японского и корейского языков потому что ну вы поняли так открыли сайт twitter нажимаем sign up давайте зарегистрируемся здесь мы пишем наше имя наш канал называется опыт teacher здесь необходимо быть написать наш телефон можно будет использовать по сути имейл все зависит от вас так нажимаем sign up тем самым мы соглашаемся с политикой социальной сети и сейчас должно прийти мне код верификации до нажимая ok так сейчас я достану свой телефон и напишу код который пришел 110 292 у вас будет совсем другой код тот который придет на ваш телефон вы это пишите сюда так нажимаем next нужно будет создать пароль он предлагает мне такой пароль конечно не буду использовать так как вы это видите что нибудь попроще нажимаю next он google chrome и предлагает сохранить да давайте сохраним предлагает нам поставить фото профиля я наверно воздержусь я могу это все потом изменить напишу нажму skip for now пропустить на сейчас describe yourself нужно будет рассказать немного о себе у нас есть лимит 160 символов так давайте напишем о нашем канале наш канал называется опыт teacher образовательные технологии окей нажимаем next и здесь мы можем принципе задать определенный фильтр да то что нам интересно примеру мне интересно очень следить за английской премьер-лигой да я пишу и пиел и выбираю пиел мне очень интересно образование пишу просто слово образование и это тот хэштег по которому все посты которые касается все посты где есть этот хэштег мне будет высвечиваться то есть это очень удобно мне допустим еще что интересно я не знаю там youtube да все что связано с ютюбом у меня будет тоже появляться здесь в принципе суть вам понятно то есть вы можете любой хэштег задать и нажать после этого на next и ваша лента будет в вашей ленте будет отражаться все посты где есть вот эти хэштеги и вот вы можете увидеть то что мне предлагаются исходя из хэштега образование вот такие получается аккаунт да обучение за границей допустим мне это интересно я нажимаю кнопку follow это означает я буду следить за этим за этим каналом да за этой страничкой и все посты которые свеженькие появляются они будут тоже появляются у меня в ленте да вы бы также можете подписаться на нас у птичера вы все это видите вы можете найти меня нас могу сейчас показать так 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 нажимаем follow здесь она предлагает все равно notifications это нам нужно будет включить уведомления надо ли не надо это решать вам я наверное тоже пропущу я не хочу чтобы у нас появлялись постоянно какие-то уведомления когда я сижу в google chrome и и вот смотрите наша главная страничка мы подписаны на обучение за границей и он у нас появляется на главной странице да все посты которые связаны с этим также я могу здесь в поиске найти то что мне интересно к примеру я не интересно там изучение языка питом да я пишу python и есть такой канал и пусть и монтипайтон да я открываю его не нажимаю на follow то есть я тоже подписался на него пример у меня какой-то интересен новостной ресурс я пишу там тенге news и подписываюсь на тенге news тем самым я делаю свою главную страницу ленту моих подписок и могу следить за актуальными новостями это очень удобно потому что потому что сообщение очень короткие это не как длинные посты в сайтах которые очень неудобно писать и постоянно раскрывать а вот здесь ты видишь тег заголовок принципе не нужно вникать по заголовку будет понятно насколько тебе интересен этот пост вот по сути это возможности твиттера здесь можно будет писать личные сообщения также я уже говорил про уведомления то что в уведомлениях у вас будет появляться если вас кто-то ретвитнул да то есть вы сделали какой-то пост вот допустим давайте сделаем пост свой первый для этого нужно нажать на правую верхнюю кнопку твит называется давайте здесь напишем это мой первый пост если вы хотите чтобы вас еще нашли по этому посту вы можете прописать в ваш хэштег уникальный то есть я не думаю что из хэштег опыт тичера я его прописал сейчас если вы вы увидите этот хэштег вы можете найти и наш получать наши странички на нас подписаться то есть я нажимаю на твит и у меня получается на вышло сообщение так где это можно будет увидеть то вы нажимаете на ваш профиль вот здесь профиль сеттингс и нажимаете на профайл здесь должны быть ваши публикации да вот видите опытичера и наш хэштег если я нажимаю на этот хэштег вам покажет все посты с этим хэштегом но так как у нас сегодня пост он покажет конечно же только наш пост можем вернуться назад еще twitter очень хорош тем что есть трансляции ведутся но это в основном на западных сайтах очень редко но еще классная штука то что у у твиттер есть искусственный интеллект вот вы сидите на главной странице вы сделали свой пост и вы подписались на те каналы которые вам интересны исходя из этого twitter предполагает то что вам может понравиться допустим не форс казахстан какой-то чувак и иду я его сейчас открываю посмотрим почему именно его предложили мне исходя из того что что у меня очень мало данных которые я делал ну по сути не совсем понятно почему они это предложили мне кажется это рандомное предложение так как недостаточной информации на моем профиле и недостаточно подписок возможно не поэтому мне его предложили но как только у вас появится аудитория там 30 40 подписок там какие-нибудь анекдоты все такое вам будет попадаться то те те каналы которые вам может быть интересны что еще принципе все вы можете настроить это под себя и у вас такой будет таком классно страничка где все податься без личного спама да в общем то все если у вас из какие-то вопросы то можете задавать в комментариях подписывайтесь на канал если еще не подписались до новых встреч